ПЕСНЯ В концерте «Легенды балета» мне посчастливилось исполнить Белую Адажу из балета «Лебеди на озеро» с своей хорошей подругой Анной Сидоренко. С ней очень приятно работать. В спектакле я исполнял партию Ротбарта, совершенно другую, противоположную партию принца. Как раз злого гения, который околдовал всех девушек своими чарами, теперь они лебеди. ПЕСНЯ Спасибо большое педагогам Елене Валерьевне Лыткиной, Михаилу Юрьевичу Зиновьеву и Ивану Леонидовичу Кузнецову. У них очень тонкие и меткие замечания, потому что в этом Белом Адажу все строится на мелочах. Как подать руку балерине, свое отношение к балерине – это очень важно. Потому что все это Белая Адажу, как один большой рассказ. Рассказ девушки, принцу, которому она полностью доверилась, влюбилась в него и верит в то, что он спасет ее и всех лебедей. Мне посчастливилось работать с молодым хореографом Георгием Гусиным, который поставил на музыку Малера интересный очень номер. Сама Моя Плесецкая исполняла под названием «Гибель Розы», наш балетмейстер. Почему наш? Потому что я этот номер работаю с Эльшатом Мурзаковым. Он пока что еще не оформлен, не имеет своего названия, но он точно несет в себе нежность, хрупкость и отношения именно жизни и смерти. То есть вот это взаимодействие и история о вечности. Вот, поэтому это очень интересная такая работа. Я как хореограф работаю тоже с хореографом, и я вижу, как другой творец или автор, он думает, мыслит. Вот это очень интересно для меня. История балетного искусства. Она настолько насыщена и разнообразна своими представителями. И каждый представитель нес свою эпоху, нес свой внутренний мир, потому что мне кажется, что сцена – это такое зеркало, где мы не можем скрыть ничего от посторонних. Мы как голые, обнаженные. И поэтому, да, это такая очень откровенная, наверное, история и разговор со зрителем. И поэтому мы, мне кажется, постараемся вернуть зрителя в то время и рассказать, как было тогда. Вот, и как этот герой себя показывал. Вот, мне кажется, это интересно, потому что все забывается, очень мало записей, и сейчас люди торопятся, у них много информации, а здесь можно прийти и увидеть это воочию. Все, я думаю, будут готовиться максимально. Ну, Кармен Сюит – это, конечно, это такой особый номер. И в ее творчестве был, и я очень давно мечтала его станцевать, и не так давно у меня это получилось, у нас, точнее, с Анатолием. Вот, ну и сейчас вот так повторить с новыми эмоциями, силами мы тоже ждем. Надо исправить то, что не получилось. Ну, я про себя, наверное. Надеюсь, исправим. Обязательно, обязательно. То, что у меня не получилось, надо исправить вместе. Ну, если у меня что-то не получится, тебе надо будет это обыграть. Есть номера всегда такие, где очень важны полутона, нюансы. Это очень важно. И хочется делать их максимально. Вообще, можно сказать, что мы максималисты? Мы все-таки стараемся максимально правильно, лучше сделать. Это точно. Поэтому мы очень долго так в балетном зале разбираем, ковыряемся, чтобы это было достоверно, чтобы это было точно передано. И технически, и эмоциональные вещи. Ториадор – это такой самодостаточный мужчина, который привык добиваться побед. Естественно, не только на арене, но и в жизни он привык к этим победам. Но все оказалось не так просто. Я танцую с карте, я не чувствую какой-то сложности. Мне очень легко танцевать с балериной, которую я понимаю. Я считаю, что каждая балерина должна раскрываться сама. Нужно быть собой в первую очередь на сцене. И тогда и зритель поверит, и поверит, и получит удовольствие. Точно так же, как и исполнитель. Невозможно быть второй Плесецкой. Да и не нужно самое главное. Быть собой – это, я думаю, актуально всегда и во все времена. Майя Михайловна Плесецкая – это выдающаяся легендарная балерина, которая вошла в мир высокого искусства. Стиль ее танца – он уже такой канон в балетном мире. Это легенда. И поэтому не зря наш проект называется «Легенды балета». Мы с большим удовольствием слышаем вас на концерт «Легенды балета». Субтитры создавал DimaTorzok